Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Да, я помню, что в предыдущем ролике я говорила о том, что не буду пока разбирать песни Алены Швец. Вот так много писали о том, чтобы я разобрала именно эту песню, что аж не удержалась и записала новый разбор. Поэтому бери инструмент в руки и погнали учиться! И перед тем, как ее разбирать, давайте ее сыграем. Ты можешь купить хоть весь цветочный магазин, но все равно я буду любить глаза с разводами и бензина. Ты можешь купить хоть весь цветочный магазин, но все равно мне не обойтись без глаз с разводами и бензина. Ты думал, я продам тебе свою любовь с капелькой крови? Красивой до боли в глазах ты суешь мне букетом, как мертвое море. В чертово море мне хочется глубже зайти, точно знаю, утопит. И скосу смотрит в глаза и сверкает грядущим бензиновым горем. Разбор на укулеле. На самом деле песня очень интересная, потому что первая она начинается с припева. Во-вторых, в куплете припева разные аккорды. И в-третьих, перебор и бой тоже тут разные. Получается каша-малаша, но погнали разбираться. Разберем сразу припев. Тут у нас играются, как ни странно, три аккорда. Первый аккорд у нас в БМ. Мы ставим баррель на втором ладу. И зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. Если вы до сих пор не смотрели видео про баррель, то, конечно же, нужно его посмотреть и потом разбирать эту песню. Это логично. Следующий аккорд, аккорд Д. Мы ставим четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Кому-то легче ставить баррель. Да, кому-то поставить... Три пальца. Кому как удобно, решайте сами. И третий аккорд припева, аккорд А. Мы ставим третью струну на первом ладу. И четвертую струну на втором ладу. То есть БМ, Д, А. Что касается аккордов в куплете. У нас также начинается куплет с аккорда БМ. Далее мы уже играем аккорд G. Это значит, что мы зажимаем третью струну на втором ладу. Первую струну тоже на втором ладу. И вторую струну на третьем ладу. Аккорд G. Далее мы ставим снова аккорд А. Последний аккорд куплета, это у нас аккорд Фа диез. Тут есть разными способами, как его можно зажать. Я его зажимаю через баррель. То есть я ставлю баррель на первый лад. Потом вторую струну на втором ладу. И четвертую струну на третьем ладу. Почему ставлю через баре? Потому что будет удобнее потом вернуться на БМ. То есть у меня был вот фа-диез. Вставила на БМ. Намного удобнее, чем я вставила бы, как у нас написано вот сейчас, в варианте такого фа-диез. То есть это намного неудобнее. То есть вот так вот играть или взять через баре. То есть намного удобнее и тверже у вас будет звук. Поэтому совет все-таки тоже ставить через баре. То есть фа-диез, БМ. Теперь закрепим куплет на аккорды. БМ, Джи, А, фа-диез. Теперь разберем, как играется у нас припев. Итак, припев мы играем через перебор. Перебор у нас будет таким 4-3. И струна первая и вторая вместе. Получается. Ну а прикол в том, что вот этот вот, скажем так, переборчик мы играем на БМ два раза, а на аккорд Д и А мы играем его по одному разу. То есть получается... Стоит отметить такой факт, что когда вот я играю этот перебор, я его как бы делю на две части. То есть такое ощущение, что у меня 4-3 струна. Первый кусочек и второй кусочек, вот эти две струны одинаковые. То есть получается... Да, можете сыграть все струны одновременно. А аккорда это в конце припева. Это что касается, собственно, припева. В куплете немножечко дела обстоят по-другому. Мы играем это все через бой. Бой у нас вниз-вниз, вверх-вверх-вниз-вниз. Еще раз. Вниз-вниз, вверх-вверх-вниз-вниз. И этот бой мы начинаем играть со слов тебе. То есть... Ты думал, я продам тебе свою любовь с капелькой крови. Видите, да? Как раз мы перешли опять на БМ. Тем самым лучше, конечно, все-таки тут поставить БРМ. Ну вот вроде бы и все. Вот все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Также поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также не забывайте писать в комментариях, какие песни у меня разобрать следующие. Можно не только писать «Улену Швец», если что. Как бы. Ну и не забывайте, что уже скоро начинается у нас новогодний период разборов. Поэтому также пишите, что мне разобрать на новогоднюю тематику. Ну а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока. Пока.